Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Как улучшить свою память, научиться управлять ею и запоминать факты и события по собственному желанию. Как развить свой мозг и использовать его возможности наиболее эффективно. Как легко и прочно звучит слова иностранного языка. Ответы на эти и другие важные вопросы, связанные с мозговой деятельностью и памятью, вы найдете в этой книге. Введение. В современном мире на каждого человека ежедневно обрушивается целый водопад новой информации. Объем знаний по общим и специализированным темам в наши дни возрос настолько, что запомнить нужное, отделить его от второстепенного и применить на практике бывает очень сложно. Возможность развивать нашу память и управлять ее по своему желанию бесценно для тех людей, которые хотят добиться успеха в профессии, получить достойное образование или просто систематизировать свою повседневную деятельность и повысить личную эффективность. Мы предлагаем вам проверенные техники и методы улучшения памяти, которые помогут в решении множества задач, связанных с интеллектуальной деятельностью и не только. Глава первая. Таинственная субстанция или биологический компьютер. О функциях и структуре мозга. Головной мозг – один из самых загадочных органов человеческого тела. Он таит в себе неизмеримые возможности, о которых мы порой даже не догадываемся. Недаром же ученые говорят, что большинство людей используют ресурсы мозга всего на 10%. Наш мозг координирует и контролирует абсолютно все функции организма, как сознательные и поведенческие, так и бессознательные, обеспечение жизнедеятельности органов и систем. Основные рабочие клетки мозга – нейроны. Они отвечают за сбор, обработку и хранение информации. Немного похоже на жесткий диск компьютеров. Любая информация, получаемая мозгом, сохраняется в нейронах, и при необходимости ее можно извлечь и использовать. Вот только человеческий мозг имеет неоспоримое преимущество перед любым, даже самым мощным компьютером. Он умеет приспосабливаться, подстраиваться под окружающую действительность и жизненный опыт, определять, что нам нужно, а что лишнее, и может быть удалено. Ученые назвали способность мозга приспосабливаться нейропластичностью. Нейропластичность выше всего в детстве и юности, когда отделы мозга только развиваются и закладывается основой интеллектуальных особенностей. Именно поэтому дети более обучаемы, чем взрослые. Но и в зрелом возрасте есть возможность разработать мозг и развить свои способности. Нужно только захотеть. Загадки мозговой деятельности. Главный мозг – основа и средоточие человеческой памяти. Он способен к самовосстановлению, и ресурсы его неисчерпаемы. Ранее считалось, что нейроны отмирают безвозвратно, и с возрастом их количество заметно снижается. Однако последние исследования показали, что небольшое внутреннее образование мозга, гиппокамп, способно генерировать новые нервные клетки, которые успешно заменяют отмершие. Чем активнее работает гиппокамп, тем быстрее восстанавливается структура мозговых клеток. Кстати, специалисты выявили, что гиппокамп может расти, а значит работать активнее. Практически каждый человек может стимулировать рост своего гиппокампа. Для этого нужно только постоянно упражняться, держать свою память и способность ориентироваться в пространстве, в тонусе. Почему именно такие упражнения способствуют органическому развитию мозга? Неврологи оставляют этот вопрос открытым, но факт остается фактом. Чем больше вы будете тренировать свой мозг, тем активнее он будет восстанавливаться и тем лучше будет работать. Этот процесс можно сравнивать с тренировкой мышц в спортзале. Чем активнее вы тренируетесь, тем мышцы лучше приспосабливаются к нагрузкам, тем лучше они развиваются и функционируют. Наш мозг, система очень экономичная и организованная рационально. Он не хранит абсолютно всю информацию, он самостоятельно сортирует то, что нужно обязательно запомнить от того, что можно забыть уже сейчас. Это позволяет мозгу работать эффективнее и не засорять память тоннами ненужных сведений. Однако при необходимости человек может вспомнить абсолютно все, даже то, что казалось бы давно и прочно забыл и стер из памяти. Да, весь жизненный опыт человека, весь накопленный им объем информации может быть восстановлен. Но обычно такие воспоминания появляются самопроизвольно, мозг подбрасывает нам какие-то обрывки информации, на первый взгляд бесцельно и бессистемно. Это нельзя назвать сбоем в его работе или усталостью нервных клеток. Это одна из загадочных особенностей нашей центральной нервной системы. Любой мозг гораздо мощнее и гибче любого компьютера. Однако далеко не все умеют пользоваться преимуществами, которые он нам дает. Где прячется память? Нельзя сказать, что есть определенная зона головного мозга, в которой хранится наша память. За разные виды памяти зрительная, слуховая, тактильная, произвольная и непроизвольная, долговременная и краткосрочная отвечают различные участки мозга. Например, за зрительную память ответственна затылочная часть головного мозга, за произвольную лобные доли. А вот весь первоначальный опыт, вся новая информация скапливается в основном в гиппокампе. Это своего рода фильтр, промежуточный диск информации, на котором будет сортироваться и распределяться по отделам мозга или даже удаляться за ненадобностью. Кстати, многие дети младшего возраста, несмотря на всеобщую убежденность в их хорошей обучаемости, воспринимают и усваивают новую информацию плохо. Это происходит не от лени, а по объективным причинам. Примерно до 12 лет лобные доли мозга только развиваются, и произвольная память еще очень несовершенна. Поэтому, если у вас есть ребенок-школьник младших классов, не ругайте его за неуспеваемость. Возможно, у него просто естественные трудности с осознанием и запоминанием. Кроме того, наша память устроена таким образом, что на сохранение информации почти всегда влияют эмоции. Мы запоминаем то, что каким-то образом задевает наши чувства. Если какой-то информации мы придаем особое значение, она сохранится в нашей памяти надолго. За эмоциональную составляющую отвечает лимбическая система. Она связывает всю поступающую в мозг информацию с чувствами и эмоциями, фильтрует ее и только затем откладывает в долговременную память или же определяет как неважную и ненужную. Нейронный компьютер в нашей голове. Наш мозг – это сложнейшая структура, причем каждая отдельно взятая нервная клетка нейрон представляет собой сложный, многофункциональный и очень эффективный механизм. Поэтому и память человека имеет многоуровневое строение, недоступное даже самому совершенному искусственному интеллекту. Некоторое время назад физики озвучили термин «нейронное гиперполе». Под ним подразумевается, что наш мозг – совершенная и выверенная система, способная оказывать влияние не только на функции и состояние нашего организма, но и на внешнюю среду. Иными словами, хоть ученые и относятся скептически к экстрасенсорным способностям человека, но совсем их не отрицают. Наш мозг способен на удивительные вещи, нужно только правильно стимулировать его. Если вы поймете, что обладаете мощнейшей и совершенной системой, которой под силу запомнить, переработать и сохранить огромные объемы информации, если перестанете искать оправдание своим невысоким способностям, вы можете выйти на качественно иной уровень интеллектуальной деятельности. Отнеситесь к своему мозгу как к новому мощному компьютеру, жесткий диск которого нужно заполнить правильной информацией, а уже имеющиеся на нем данные необходимо извлечь. Увидите, вы сможете так развить собственную память, что при желании обойдетесь и без настоящего компьютера. Напоминаем вам, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые книги. Глава вторая. Память сознательная и бессознательная. Когда мозг работает или не работает. Механизмы человеческой памяти таковы, что любая информация запоминается нами опосредованно. Для запоминания наш мозг использует различные вспомогательные инструменты. При неосознанном запоминании, когда мозг работает помимо воли человека, главным вспомогательным инструментом являются чувства и эмоции. В бессознательной памяти откладываются самые яркие события, которые каким-то образом задевают наши чувства. Но храниться такие воспоминания будут недолго, потому что без сознательного их осмысления, без сортировки их по уровню полезности или бесполезности, в долговременную память они вряд ли попадут. Другое дело осознанное запоминание. Например, человеку нужно выучить текст предстоящего выступления или подготовиться к экзамену. Здесь требуется направленная работа на запоминание необходимого материала. Казалось бы, человек знает, что ему требуется запомнить, он старается отложить нужные сведения в памяти, но или не всегда это ему удается. Почему так происходит? Просто потому, что уровень управления сознательной памяти у человека недостаточен. Важно не просто знать, что именно вы собираетесь запомнить, но и понимать, каким образом будет воспроизводиться полученная информация, где и в какой конкретной ситуации она вам понадобится. Запоминание нужно сразу направлять на предстоящее воспроизведение. Простая зубрежка и попытки заучить необходимые сведения малоэффективны. Ориентирование на предстоящее воспроизведение информации существенно ускоряет сам процесс запоминания. Тогда вам не придется жаловаться на плохую память. Например, вам предстоит сдавать экзамен по тому или иному предмету. Вы знаете примерные требования преподавателя. Важна ему суть предмета, дословные цитаты, конкретные даты или же просто краткая выдержка из пройденного материала. Ориентируясь на эти требования, вы запомните то, что вам действительно нужно и не будете перегружать память дополнительными подробностями. Кроме того, заметно влияет на уровень усвоения информации и интеллектуальная работа с ней. Не просто заучивать, а находить аналоги, составлять план, оценивать стилистические приемы. Осмысление информации по мере ее изучения помогает запомнить ее гораздо быстрее и точнее. Повторение пройденного или алгоритмы деятельности. Одним из непременных условий запоминания информации является ее кодирование на нескольких уровнях. Это именно тот процесс, который многие называют ассоциативной памятью. Зрительные и звуковые ассоциации, любые характеристики информации, которые вы воспринимаете в процессе запоминания, помогают вам усвоить нужные данные. Но кодирование имеет и оборотную сторону. Оно может быть произведено на самом общем уровне, и тогда вспомнить конкретный факт будет сложно. Яркий пример кодирования на общем уровне приведен в рассказе Чехова лошадиная фамилия. Пытаясь вспомнить фамилию врача, герои рассказа перебрали все возможные ассоциации с лошадьми и лошадиной сбруи. А фамилия была Овсов. Овес в качестве корма ассоциируется с лошадью очень отдаленно, через целую цепочку логических связей. Запоминание фамилии произошло на слишком обобщенном уровне, поэтому сразу вспомнить ее было сложно. Чтобы вспоминать полученные сведения, впоследствии было проще, нужно правильно выбирать ориентировочный кодовый признак. Например, при запоминании фамилии Овсов лучше ассоциировать ее с кашей, а не с лошадью. Так вспомнить ее при случае будет намного легче. Исходя из особенностей мозговой деятельности и эффектов запоминания, которые выявили неврологи, можно вывести следующие несложные, но полезные алгоритмы, которые помогут правильно усвоить и при случае быстро вспомнить нужную информацию. Между запоминанием и воспроизведением информации деятельность человека не должна быть связана с тем, что он запоминает. Например, вам нужно запомнить телефонный номер, банковский код или любой другой ряд цифр. Повторяйте эти цифры до тех пор, пока не сможете воспроизвести их правильно. Затем отвлекитесь и займитесь чем-нибудь, что вообще не имеет отношения к цифрам. Например, наведите порядок в ящике своего письменного стола. После этого снова воспроизведите цифры, и вы обязательно вспомните их с первого раза. При необходимости запомнить список или текст, состоящий из нескольких пунктов, вы обязательно столкнетесь с так называемым эффектом края. Первые и последние пункты вы будете помнить хорошо, потому что первые уже успели отложиться в долговременной памяти, а последние еще не ушли из краткосрочной. А середину списка вы вряд ли сможете воспроизвести. Преодолеть эффект края просто. После запоминания последних пунктов списка нужно еще 3-4 раза повторить средние пункты. Неустойчивость к внешним раздражителям не дает вам запоминать информацию в нужном объеме. Поэтому важными составляющими хорошей памяти является умение концентрироваться на задачи и мотивация. Если вы мотивированы запомнить те или иные сведения, например, нужно выучить материал для сдачи экзамена, иначе вам грозит провальная сессия, вы будете усваивать их гораздо лучше. Что же касается умения концентрироваться, то его можно выработать, проводя упражнения сродни медитативным. Врожденная память. Миф или реальность? Иногда можно услышать такой термин, как врожденная память. Например, чей-то ребенок с 3 лет прекрасно запоминает все стишки и сказки и может повторить их буквально после одного-двух прослушиваний. А другому ребенку для запоминания стишка приходится зубрить его несколько часов, а то и дней. Безусловно, у одних людей память лучше, у других хуже. У кого-то она и вовсе феноменальная. Есть ведь люди, которые с первого раза запоминают длиннейшие ряды цифр и целые страницы текста. К тому же у разных людей лучше развит какой-то один определенный вид памяти. Например, многие слышали об аудиалах и визуалах. Первые хорошо воспринимают информацию на слуху, вторые гораздо лучше развито зрительное восприятие. Есть и люди, которые лучше запоминают нужные сведения в движении. Например, при заучивании текста они ходят, машут руками, попеременно встают и садятся. Существенно влияет на скорость и качество запоминания также уровень внимания, важность услышанного или прочитанного, эмоциональный настрой. Поэтому говорить о том, что у кого-то врожденная память, а у кого-то от природы просто нет способности к запоминанию нельзя. Память можно развить, можно научиться самоконтролю и с его помощью усваивать информацию в любых объемах. Вы считаете, что у вас плохая память и с этим ничего нельзя поделать? Значит, вам просто лень работать над собой. Долговременная и кратковременная память. Для чего они нужны? Есть сведения, которые мы помним ровно столько времени, сколько нужно, чтобы применять их в действии. Например, мы запоминаем номер телефона, чтобы записать его или набрать и тут же забываем. Это функция кратковременной памяти или, как ее еще иногда называют, памяти оперативной. Оперативная память помогает нам в решении повседневных бытовых задач, ориентировании на местности, чтении и понимании прочитанного, совершении покупок, приготовлении еды. В кратковременной памяти может сохраняться одновременно в среднем семь элементов. У кого-то это количество больше, у кого-то меньше, причем оно зависит от интенсивности умственной деятельности человека. Чем выше умственная активность, тем лучше развита кратковременная память. Развивать ее можно регулярными тренировками и очень помогает увеличить объем памяти привычка к чтению. В отличие от кратковременной, долговременная память обеспечивает длительное, иногда и пожизненное сохранение информации, которую наш мозг считает важной для нас. Она имеет большой объем, если привести объем долговременной памяти в байты, то получится число с почти 8500 нулями. Хранит все полученные человеком в течение жизни навыки и умения и отличается широким диапазоном информационных тем. Извлечь требуемую информацию из долговременной памяти часто бывает очень непросто, и это связано с ее сложной организацией. Упрощенная долговечная память напоминает большую библиотеку с тысячами книг, и для поиска нужных существует своеобразный каталог. Те ключи и коды, которые в свое время сопровождали запоминание конкретных сведений. На сохранение данных в долговременной памяти влияют мотивация, интерес к теме, способность концентрироваться, внимание и любознательность. Именно эти факторы, а также мыслительные образы, которые вы создавали себе при запоминании, помогут вам извлечь нужную информацию при необходимости. Глава 3. Особенности памяти. Особенности восприятия и запоминания. Первой ступенью обработки любой информации, поступающей в мозг по тем или иным сенсорным каналам, является ее узнавание. Узнавание – это процесс сличения новых данных с уже имеющимися в памяти воспроизведения похожих сведений и их обработка. Например, один раз увидев предмет, допустим, кухонный стол, в следующий раз при виде какого-либо похожего предмета, его разновидности, письменной или журнальной. Вы будете твердо знать, что это именно стол, а не какой-либо другой предмет. Процесс узнавания – вот основополагающий процесс, на котором строится весь механизм запоминания вещей, событий, действий. Кроме того, большой роль в запоминании играет ваше восприятие полученной информации. Чем выше ваш интерес к предмету, тем ярче впечатление от него и тем скорее и надежнее он вам запомнится. В произвольном запоминании, таким образом, главными движущими силами является интерес к предмету, мотивация к его изучению и запоминанию, интеллектуальная работа с новой информацией, осмысление увиденного, услышанного или прочитанного. Как уже говорилось, лучше всего запоминаются важные для человека события и факты, а также та информация, которая имеет яркую эмоциональную окраску. Нейтральная информация, не вызывающая эмоционального отклика, параграфы школьного учебника, материал для доклада требует нескольких повторений для запоминания. Причем здесь действует следующее правило. Выученное в первую очередь запоминается лучше. После определенного объема материала вся поступающая свежая информация запоминается только после ее осмысления и осознания. Виды памяти. Можно ли развить их все? О произвольной и непроизвольной, а также кратковременной и долговременной памяти мы уже говорили. Поговорим теперь о тех видах памяти, которые зависят от вида поступающей информации и способности ее воспринимать. Существует слуховая, зрительная, вкусовая, тактильная, эмоциональная память. По названиям нетрудно догадаться, что эти виды памяти отвечают за усвоение информации, поступающей по тому или иному сенсорному каналу. Есть еще процедурная память, запоминание проделанных действий и алгоритмов работы. Образная, осместление поступающей информации через созданные воображение образа и смысловые связи. Словесно-логическое или семантическое, запоминание определенных факторов, полученных в процессе учебы знаний, накопленного жизненного опыта. Почти у каждого человека один из видов памяти развит лучше остальных. У кого-то таких видов несколько, но все равно есть более сильно, и более слабо развитые. Можно ли одинаково хорошо развить все виды памяти? Скорее всего, это будет трудная и бесплодная попытка, которая закончится неудачей и разочарованием в тренировке памяти в целом. Не нужно стараться охватить сразу все. Можно просто усилить свои способности в одном направлении запоминания и по возможности укрепить другие виды памяти. Путем несложных регулярных упражнений вы сможете в достаточной мере развить вкусовую, слуховую, зрительную чувствительность. Сможете даже выработать в себе образную память, хотя считается, что такой вид памяти прерогатива творческих натур. Но все равно один из видов памяти будет развит лучше, чем остальные, и это вполне естественно и закономерно. Как разобраться в механизмах собственной памяти? В первую очередь вам следует выяснить, какой вид памяти лучше развит у вас. Сравните, что вы лучше запоминаете – зрительные, слуховые или тактильные впечатления. Попробуйте определить, насколько развито у вас вкусовое воображение и насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве. Для этого попробуйте какое-нибудь блюдо наугад с закрытыми глазами и постарайтесь определить все его ингредиенты. Также попробуйте с закрытыми глазами передвигаться по знакомой улице или по знакомому помещению, чтобы выяснить, насколько у вас развита способность кориентировки на подсознательном уровне. Кроме того, попробуйте оценить, насколько высока у вас способность обучаться во сне. Ведь именно сон – это тот период времени, когда мозг сортирует поступившую за день информацию и определяет важные сведения в долговременную память. Попробуйте прочитать перед сном учебник и осмыслить информацию из него. Если утром вы сможете вспомнить большую часть прочитанного на ночь, значит ваша память работает в правильном направлении. Если же утром вы почти ничего не помните из того, что изучали вечером, вам следует разобраться, в чем тут дело. Возможно, вы недостаточно сконцентрировались на усвоении нового материала. Вам не хватило внимания и сосредоточенности. А может быть, вы просто читали, не стараясь работать с новым материалом интеллектуально. Исправьте возможные ошибки и попробуйте еще раз. Если вы думаете над прочитанным, выстраиваете ассоциативный ряд и уделяете максимум внимания новой информации, она обязательно отложится в вашей памяти. Как вы понимаете, важно также и качество сна. Полноценный своевременный сон в разы улучшает вашу способность к запоминанию. Можно ли стать гением? Стать гораздо умнее, научиться запоминать как можно больше полезной информации и воспроизводить ее в нужное время и в нужном формате? Безусловно, можно. Вы можете развить свои умственные способности, подняв свой коэффициент интеллекта как минимум на 20-30 пунктов. Однако нужно помнить, что стать умным сразу и прямо сейчас настолько же нереально, как за неделю похудеть на 50 килограммов или разбогатеть за один день. Наш мозг можно развить тренировками точно так же, как и мышцы. Но это должны быть именно регулярные и упорные тренировки. Внимание, концентрация, терпение и мотивация – вот те четыре кита, на которых стоит гениальность. Чтобы развить память, нужно научиться не только запоминать важную информацию, но и сохранять ее в долговременной памяти. В долговременную память все данные попадают только после прохождения через своеобразный мозговой фильтр – гиппокамп. Работает он бессознательно, поэтому от решения «я хочу это запомнить» толку не будет. Ваш интерес к новой информации – вот тот фактор, который может заставить гиппокамп пропустить ее в долговременную память. Запоминание действительно интересных вещей и фактов происходит легко и как бы само собой. Постарайтесь заинтересоваться темой, которую изучаете, найти в ней что-нибудь полезное для себя или просто занимательное, и фильтр сработает в нужном направлении. Для развития внимания и сосредоточенности есть специальные упражнения, которые обязательно вам помогут. Глава 4. Природный дар или обретенная способность. Как развить в себе суперпамять? Сегодня разработано множество действенных методик, позволяющих улучшить память и научиться эффективно использовать огромные возможности нашего мозга. Обычно такие методики основываются на активизации психической и интеллектуальной деятельности человека, так или иначе связанной с памятью. В первую очередь, конечно, важно научиться вниманию и умению концентрироваться на запоминаемом материале. Сделать это помогут следующие упражнения. Выполняя какую-либо рутинную работу, мытье посуды, уборку, разбивайте привычный рабочий процесс на циклы. Например, вы собираетесь мыть чашку. Полностью сосредоточившись на этом процессе, представьте себе, что вы выполняете сложную нейрохирургическую операцию и отслеживаете мельчайшие детали, производимых с чашкой манипуляций. Домыв чашку, отложите ее и несколько секунд передохните. Затем начинайте новый цикл, например, мытье ложки. Такие упражнения следует выполнять ежедневно, каждый раз, когда вы моете посуду или выполняете другую мелкую домашнюю работу. Удобно сядьте, возьмите в руку или положите перед собой любой небольшой предмет. В течение 5-6 минут старайтесь полностью сосредоточить свое внимание только на этом предмете. Если будете отвлекаться, старайтесь спокойно вернуться к объекту внимания и при этом запомнить, сколько раз за упражнение вы отвлеклись. Возьмите чистый листок бумаги, неразлинованный, и введите по нему ручкой прямую линию, полностью сосредоточившись на той точке, в которой перо ручки соприкасается с бумагой. Если заметите, что начинаете отвлекаться, уводите прямую линию в сторону. Получится небольшое искривление, как на электрокардиограмме. Доведя свою линию до края листа, начинайте рисовать ее заново. Почитайте, сколько искривлений получилось на вашей линии. Отвлекаясь от текущих дел на какие-нибудь внешние раздражители или просто замечтавшись, всякий раз мысленно говорите себе «Внимание! Соберись!» Оглянитесь по сторонам, чтобы вернуться к реальности и сосредоточьтесь на выполняемой работе. В общественном транспорте, в очереди, к нужному кабинету или в любом другом месте, где нам приходится терять время в ожидании, выполните всегда такое полезное упражнение. Выберите какой-либо объект и остановите на нем все свое внимание на 5 минут. Старайтесь удерживать свое внимание на выбранном объекте и не отвлекаться ни на что другое. Только по прошествии 5 минут расслабьтесь и переключайтесь на что-нибудь другое. При чтении сложного или просто скучного текста вы, скорее всего, будете отвлекаться. Каждый раз, отвлекаясь от чтения, ставьте галочку в том месте текста, на котором вы отвлеклись. Вернувшись к чтению, продолжайте его с того места, где вы еще были внимательны, то есть к отрывку до галочки. Прочитав страницу, попробуйте мысленно повторить полученную информацию. Если в каких-то местах возникают затруднения, перечитайте эти отрывки заново и повторите их про себя. Такое упражнение помогает выработать настойчивость в усвоении материала и повышает уровень восприятия прочитанного. Помимо внимания, важна также визуализация новой информации. Именно она позволяет выработать образную память. Создавая зрительные образы в своем воображении, вы выстраиваете четкий ассоциативный ряд, который позволит вам усваивать значительные объемы информации быстро и надолго. Чтобы научиться визуализации, выполняйте следующее упражнение. Произносите вслух какие-нибудь словосочетания, например, злая собака, плачущий ребенок, веселая вечеринка. И пытайтесь тут же мысленно представить себе соответствующий образ или ситуацию. Выбирайте словосочетания, описывающие конкретные предметы и абстрактные ситуации. Попробуйте описать местонахождение вашего дома, стола, в комнате или любого другого объекта, не создавая при этом его мысленного образа. Затем попробуйте повторить описание, но уже с визуализацией объекта. Называйте вслух свои любимые предметы одежды, при этом мысленно воссоздавая их внешний вид. Старайтесь по возможности воссоздавать мысленные образы увиденных недавно предметов. Это выработает не только способность к визуализации, но и наблюдательность. Эти и другие упражнения, которые мы опишем и расскажем вам дальше, помогут развить память и увеличить интеллектуальный потенциал человека. Упражнения на развитие слуховой и зрительной памяти. Для улучшения способности к запоминанию следует развивать не только память, но и сенсорное восприятие информации. Ведь невозможно запомнить то, что вы просто не смогли ощутить и проанализировать. Поэтому тренировка и развитие сенсорных анализаторов, слуха, зрения, вкуса и осязания также имеют важное значение. Вот несколько полезных упражнений для развития слухового и зрительного восприятия. Ударьте о стол каким-нибудь твердым предметом. Затем полностью расслабьтесь. С закрытыми глазами попробуйте создать в мозгу вакуум. Не думайте о посторонних вещах. Просто сосредоточьтесь на недавно услышанном звуке и попробуйте его мысленно воспроизвести. Затем попробуйте воспроизвести звук, сопровождая его созданием мысленного образа того предмета, которым вы произвели удар. Например, попробуйте вызвать именно изменение слухового ощущения таким упражнением. Представьте себе какую-нибудь простенькую мелодию, постарайтесь услышать ее мысленно. Затем вообразите, как эта мелодия плавно перетекает в какой-нибудь другой звук, постепенно сливаясь с ним. Попробуйте представить, что этот звук вызывает вибрацию в вашем теле. Почувствуйте эту вибрацию и постарайтесь сконцентрировать ее на каком-то одном участке, например, на руке. Затем распространяйте эту вибрацию на все тело. Это очень полезное упражнение для развития слухового восприятия и его соотношения с другими сенсорными анализаторами. Попробуйте соотнести звук и свое ощущение от него. Например, ударяя по какому-либо предмету, старайтесь ощутить его вибрацию в момент удара и попробуйте запомнить ощущение, а также мысленно представить предмет, которым ударяли. И определитесь, какого материала он изготовлен. Железо, дерево или что-то другое. Таким образом, вы научитесь воспринимать звуки на слух, а также с помощью тактильных ощущений. Чтобы развить зрительную память и образное мышление, выполняйте такое упражнение. Несколько минут пристально изучайте какой-либо мелкий предмет, затем закройте глаза и постарайтесь мысленно воссоздать его воображение, не упуская мелких деталей. Идя по улице, разглядывайте лица прохожих, а через какое-то время попытайтесь вспомнить эти лица. Рисуйте по памяти предметы, которые перед этим несколько минут рассматривали. Старайтесь отобразить все присущие этим предметам детали и особенности. Развиваем вкусовое и обонятельное восприятие. Вкусовые и обонятельные ощущения менее важны для человеческой памяти, чем зрительные и слуховые. Поэтому их возможности и функции довольно ограничены. Однако для всестороннего развития и улучшения способности к запоминанию вкус и обоняние также следует улучшать. Помогут вам в этом следующие упражнения. Все внимание старайтесь сосредоточить на кончике языка. Через пару минут после этого вы почувствуете, что слюна отделения увеличилась. Теперь возьмите кусочек шоколада, положите его перед собой. Закройте глаза, стараясь как можно точнее представить себе этот шоколад, его запах, вкус, тактильные ощущения от него. Попробуйте вызвать вкус шоколада на кончике языка. При повторениях упражнения ощущение вкуса шоколада должно усиливаться. Сосредоточьте внимание на кончике своего носа. Попробуйте вспомнить какой-нибудь запах, например, любимого цветка или мандаринов. Постарайтесь почувствовать этот запах, активизировать его. В первые дни выполняйте такое упражнение, закрыв глаза, затем начинайте выполнять с открытыми. Параллельно старайтесь создать в воображении мысленный образ предмета, запах которого вы представляете, и воссоздать тактильные ощущения от него. Подготовьте несколько предметов, имеющих разные запахи. Закройте глаза и попробуйте запомнить эти предметы, ориентируясь только на их запах. Представьте себе запахи в виде зрительных образов, ориентируясь на те ассоциации, которые возникают в связи с каждым из этих запахов. Ассоциации как средства для запоминания Одним из лучших способов запомнить какую-либо важную информацию является ассоциация. Ассоциативное мышление можно развить в себе тренировками, помогут в этом упражнении на создание мысленных образов и умение находить аналогии. Особенно хорошо ассоциации помогают справиться с запоминанием цифр, а ведь именно цифры запомнить сложнее всего, и при этом именно их чаще всего и приходится запоминать. Создание ассоциаций должно подчиняться следующим правилам. Представлять нужно четкие и простые зрительные образы. Образы лучше создавать крупные с возможностью их уменьшения или увеличения. Не создавайте сразу несколько ассоциаций к одной цифре или предмету, они сотрутся из памяти. Соединять образы разных предметов можно и нужно, но нельзя перекрывать один образ другим. При составлении ассоциаций можно создать подвижные образы, а затем запомнить общую картинку, которая получилась в результате. В ассоциативном запоминании очень помогают кодированные цифры, кодирование информации. Ведь цифры можно кодировать в виде зрительных образов, например, ноль, ягода или орех, единица, столб или карандаш, двойка, дуэт, лебедь, близнец. Лучше, если для каждой цифры вы создадите свои собственные мысли-образы, которые будут близки и понятны вам. На первый взгляд это кажется очень сложным, но воспользовавшись методом ассоциации, вы увидите, что запоминать цифры и сложные числа можно намного быстрее и легче, чем раньше. А чтобы научиться создавать ассоциации к другим видам информации и мыслить образно, выполните регулярно упражнения по созданию мыслей-образов. К уже описанным упражнениям можно добавить составление образов и воображений с эмоциональной окраской, восстазание воображений увиденных рисунков и фотографий, представление бытовых повседневных сцен из жизни. Физические упражнения для развития памяти. Чтобы наш мозг работал активно и правильно, а память длительное время оставалась хорошей, необходимо позаботиться о правильном кровообращении. Одна из главных причин ухудшения памяти, независящая от нашей воли, это старение организма в целом и клеток мозга в частности. Но и старение мозга можно замедлить и отодвинуть, если соблюдать правила рационального питания, а также быть физически активным. Для улучшения мозгового кровообращения, а следовательно для развития памяти, будут очень полезны следующие физические упражнения. Бег трустой, ходьба, обычные пешие прогулки, совершаемые регулярно, значительно улучшают вашу физическую форму, катание на велосипеде или занятие на велотренажере. Однако только упражнений будет недостаточно, чтобы активизировать мозговое кровообращение. Эффективным средством для его улучшения является прогревание. После выполнения физической нагрузки следует один-два раза в неделю посещать сауну или парную. Причем важно помнить, что прогревание в сауне должно быть не слишком интенсивным, то есть без чрезмерно натопленной парилки и без слишком горячего пара, но при этом продолжительным. Длительность процедуры устанавливайте исходя из своего самочувствия, но оптимальное время нахождения в сауне должно составлять 15-20 минут. Если по каким-то причинам в баню выходить не можете, слабое сердце, нет времени, принимайте дома горячие ванны или горячий душ продолжительностью те же 15-20 минут. После водных процедур желательно сделать массаж хотя бы только шейно-воротниковой зоны. Если вам предстоит запоминать большой объем информации или вам необходимо длительное время работать с документами, каждый час делайте небольшие перерывы. В эти перерывы разминайтесь. Наклоны в сторону и вперед-назад, разминка шеи, повороты головы, махи руками помогут вам активизировать кровообращение и улучшить внимательность. Глава пятая. Память и питание. Рацион полезный для мозга. Нерациональное и нездоровое питание влияет на состояние нашего мозга, а значит и на состояние памяти. Питание влияет на весь организм в целом и на память в том числе. Существуют продукты, которые негативно сказываются на памяти, поэтому их употребление следует ограничить. Вот эти продукты. Животные жиры и мясные копченые блюда. Они ухудшают мозговое кровообращение, поскольку провоцируют атеросклероз, оседание холестериновых скоплений на стенках артерий. Лучше по возможности заменять их растительными жирами и нежирным мясом, приготовленным на пару или в духовке. Соль. Чем больше мы соли едим и чем соленее блюдо на нашем столе, тем больше жидкости задерживается в организме. Задержка жидкости провоцирует повышение артериального давления, а это плохо сказывается на работе мозга. Продукты длительного хранения, сухарики, консервы, колбаса, сладкая газировка. Все они содержат химические консерванты и эмульгаторы, вредные для организма в целом и для мозга в особенности. Алкоголь. Спиртное вызывает резкое расширение сосудов с последующим их сужением, при этом возникает сосудистый спазм, который приводит к нарушению мозгового кровообращения и разрушению нервных клеток. От всех этих продуктов лучше, если не отказаться совсем, то хотя бы свести их употребление к самому минимуму. А вот те продукты, которые будут для мозга особенно полезны. Семечки и орехи. Они содержат множество витаминов, полезных жирных кислот, магния и калия, так необходимых нашим нервным клеткам для правильной работы. Свежие и мороженые ягоды. Черника, черная смородина, малина, ежевика, клубника. Все эти ягоды содержат огромное количество антиоксидантов, полезных в первую очередь для мозга. Регулярное употребление ягод заметно повышает способность человека к обучению. Зелень и листовые овощи. Капуста всех сортов, морская капуста, шпинат, укроп и петрушка содержат большое количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов, которые положительно сказываются на мозговой деятельности. Сырая морковь. Благодаря содержащимся в ней веществам замедляется старение клеток, что препятствует их разрушению. Куриные яйца. В небольших количествах этот продукт исключительно полезен для нашего мозга, поскольку содержащиеся в нем витамины В12, холин, а также фосфолипид, лицетин препятствуют атрофии нервных тканей, тромбообразованию, улучшают кровообращение и способствуют укреплению памяти. Однако увлекаться поеданием яиц не стоит, одного в день вполне достаточно. Куриное мясо. В нем содержатся селен и некоторые витамины группы В, которые необходимы нашему мозгу. Черный шоколад. Прекрасный стимулятор работы мозга, который помогает также справляться с переутомлениями и нарушениями сна. Сухофрукты и мед. Помимо полезных веществ, содержит также необходимую мозгу глюкозу. Витамины и продукты для памяти. Для правильной и полноценной работы нашего мозга нужны определенные витамины. Особенно остро ощущается необходимость в них в периоды сезонного гипоавитаминоза весной и зимой, когда у людей развиваются апатии, сонливость, угнетенные состояния. Наиболее полезны для мозга витамины группы В, а также витамины С, Д и П. Витамин С – это сильнейший антиоксидант, который надежно защищает наш мозг от перегрузок и переутомления. Кроме того, он поддерживает устойчивую форму витаминов группы В, что также очень важно. А витамины группы В – тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, а также другие кислоты – для мозга вообще полезнее и важнее других веществ. Они отвечают за процессы возбуждения и торможения нервной системы, ускоряют мозговые реакции, улучшают познавательную функцию, участвуют в выработке энергии, необходимой для высшей нервной деятельности. Также они участвуют в передаче мозговых импульсов и нормализуют процессы засыпания и пробуждения. Витамин Д – защищает мозг от развития опухолевых процессов и атеросклероза. Витамин П – улучшает мозговое кровообращение и состояние стенок сосудов. Чтобы напитать мозг необходимыми для него витаминами, микроэлементами, фосфором, калием, магнием, необходимо включать в рацион еще и крупяные каши – цельнозерновый хлеб, цитрусовый картофель, особенно полезен сырой картофельный сок по утрам, он помогает и мозгу, и работе желудочно-кишечного тракта. Также жирные сорта морской рыбы, яблоки, кисломолочные продукты, нежирный творог, твердый сыр, био-йогурты. Немного о лекарствах. Некоторые лекарственные препараты сказываются на работе мозга негативно. Ухудшают состояние памяти различные гормональные препараты, в том числе противозачаточные средства, транквилизаторы, снотворные препараты, а также антидепрессанты. Конечно, если вам показан курс лечения одним из этих средств, принимать его следует обязательно. Но при этом стоит скорректировать диету так, чтобы употреблять как можно больше полезных для мозга продуктов и витаминов. Кроме того, зачастую проблема лекарственного ухудшения памяти создается не потому, что вы принимаете тот или иной препарат, а потому, что вы назначаете его себе самостоятельно, без участия врача. Зачастую человек, заболев, в поликлинику идти не спешит, чтобы не терять время в очередях. Он руководствуется опытом знакомых. Мне при ангине вот этот препарат очень помог. Или советами провизоров из ближайшей аптеки. Это неправильно, поскольку для каждого человека действия препаратов и их дозы будут разными. Та таблетка, которая помогла вашему соседу избавиться от головной боли, в вашем случае может эту боль только усилить. Поэтому лучше не назначать себе лекарства самостоятельно. Также важно никогда не превышать рекомендованные дозы препаратов, чтобы не вызвать осложнений, особенно в работе мозга. Не стоит принимать какие-либо медикаментозные средства только потому, что они широко разрекламированы или вам их рекомендовали как очень хорошие. Это касается и всякого рода биодобавок и витаминных комплексов, реклама которых обещает, что вы поумнеете за несколько дней приема и буквально на глазах. Помните, цель производителя – продать препарат. Ваша цель – сохранить здоровье и не навредить себе. Однако существуют и лекарства, способствующие работе мозга. Это прежде всего ноотропные препараты, средства, улучшающие и нормализующие мозговое кровообращение, а также препараты, улучшающие кровоток за счет уменьшения свертываемости крови. Если у вас имеются проблемы с сосудами или активной работой мозга, можно использовать такие препараты, как вспомогательные и профилактические средства. Опять же, только после консультации с врачом. Составляем индивидуальное меню. Те продукты, которые благотворны для одних людей, другим полезны не очень. Иногда даже вредят. Поэтому единой для всех системы здорового питания для улучшения памяти не существует. Вам следует позаботиться о создании собственного меню, в которое войдут здоровые и лично для вас полезные продукты. Например, для мозговой деятельности полезно ежедневно съедать 1-2 мандарина. Но что делать, если у вас аллергия на цитрусовые? Замените мандарины изюмом или курагой, парочкой грецких орехов. Не нужно слепо следовать всем рекомендациям по питанию. Прислушивайтесь к своему организму и его потребностям. Мы уже говорили, что для хорошей работы мозга полезны куриные яйца, и неплохо было бы съедать ежедневно по одному яйцу. Но в то же время избыток куриных яиц вредит печени, поскольку заставляет ее работать в усиленном режиме, чтобы переработать поступающие с яйцами холин и холестерин. Поэтому, если у вас проблемы с печенью или желчным пузырем, не ешьте больше 1-2 яиц в неделю. Лучше замените суточную норму яиц 100-150 граммами морской рыбы. Составляя свое меню, руководствуйтесь прежде всего здравым смыслом и личными предпочтениями. Если вы не слишком любите морскую капусту, не стоит себя принуждать ее есть. Употребляйте в таком случае больше салатов из капусты белокочанной, шпината, свежих огурцов и моркови. Не можете в данный момент есть достаточное количество продуктов, содержащих витамины группы В? Принимайте витаминный комплекс, чтобы компенсировать их недостачу в организме. Следуя рекомендациям по питанию, осознанно и без фанатизма, вы не только заметно оздоровите свое тело и мозг, но и избежите риска навредить другим органам и системам, помогая мозгу. Глава 6. Основы управления памятью. Запоминание сознательное и бессознательное. Как одно перевести в другое? Непроизвольное или бессознательное запоминание какой-либо информации зачастую бывает более долговечным и эффективным, чем сознательное. Причина проста. В памяти невольно откладываются факты, которые нас взволновали, задели, заставили испытывать какие-либо эмоции. Причем зачастую бессознательно запоминаются вещи, не связанные напрямую с нашей текущей деятельностью. Например, человек работает за компьютером, пишет доклад, случайно выглянул в окно, увидел что-то интересное и запомнил увиденное во всех деталях. Способность невольно запоминать детали и подробности каких-либо событий очень пригодилась бы нам, если бы можно было сделать ее осознанной. И сделать это можно, если немного потренироваться. Любая информация, с которой мы сталкиваемся, отпечатывается в нашей памяти и хранится там непродолжительное время. Как запомнить надолго именно то, что нужно, а не все, что узнали? Достаточно просто. Основой переведения бессознательного запоминания в сознательное является концентрация внимания на нужной вам информации. Сосредоточьтесь, постарайтесь одновременно задействовать интеллектуальные и эмоциональные способности своего мозга. Это означает, что информацию нужно оценить логически и с точки зрения тех чувств, которые она у вас вызывает. Кроме того, желательно создать какую-либо зрительную или слуховую ассоциацию или визуальный образ того, что вы хотите запомнить. Поначалу это потребует от вас усилий, но со временем путем тренировок вы сможете отделять важное от неважного и запоминать по своему усмотрению все увиденное, прочитанное и услышанное. Главные принципы мнемотехники. Наука о памяти и ее развитии называется мнемотехникой. Как и любая другая наука, она имеет четкие принципы и эффекты, о которых необходимо знать тому, кто намерен управлять собственной памятью наиболее эффективно. Главные принципы мнемотехники таковы. Осмысление. Если вы хорошо осмысливаете поступающую информацию, она сохранится в памяти прочно и надолго. Интерес. То, что нам интересно, запоминается очень легко и без малейших усилий из нашей страны. Предыдущие знания. Если у вас уже есть какие-либо знания по данному вопросу, любая новая информация, связанная с ним, запоминается проще и быстрее. Готовность к запоминанию. Из услышанного, увиденного или прочитанного мы запоминаем в основном только ту информацию, на которую настроились. С мотивацией вы запомните нужное намного быстрее. Ассоциации. Наш мозг работает на подсознательном уровне, поэтому ассоциации увеличивают шансы закрепить материал в памяти и затем воспроизвести его в нужный момент. Существуют ассоциации по сходству и контрасту данных, по смежности и причинности, когда человек задает себе вопросы, почему так, откуда мы это знаем, и таким образом сравнивает разные факты между собой, а также по групповой принадлежности. Повторение. Любой выученный материал следует повторять, причем не слишком часто, тогда отпечаток памяти сумеет как следует закрепиться. Торможение. Прежде чем приступать к изучению нового материала, нужно дать время уже выученной информации отстояться и отложиться в памяти, иначе запоминание предыдущей информации будет тормозиться из-за нового материала. Последовательность. Представления и факты, выученные последовательно, запоминаются именно в том порядке, в котором они выучены, поэтому изучать информационные блоки следует с соблюдением последовательности. Используя эти принципы в работе со своей памятью, вы рано или поздно столкнетесь с так называемыми эффектами мнемотехники. Стирание ассоциаций. Если созданная ассоциация длительное время не используется, она стирается из памяти. Также разрушается информация в том случае, если вы запоминаете разные данные, используя один и тот же образ. Этот эффект можно использовать для удаления ненужных сведений из памяти, запоминая нечто новое с использованием опорного образца, на который записана ненужная информация. Сворачивание ассоциативной цепочки. В процессе вспоминания, если мы отвлекаемся на посторонние мысли, созданная в мозгу ассоциативная цепочка сворачивается, и придется вернуться к ее началу, чтобы все-таки вспомнить то, что нам нужно. Устранить этот эффект можно, запоминая информацию небольшими отдельными последовательными блоками. Первый образ. Пытаясь что-либо вспомнить, человек может сомневаться, правильно ли он воспроизвел образ. Обычно правильным является тот образ, который вспомнился первым. Непосредственное воспоминание. Изначально информация откладывается в памяти в виде зрительных образов, а в дальнейшем при повторении материал будет вспоминаться таким, каким вы его себе представили. Ассоциативное воспоминание. Образ, созданный нами при запоминании тех или иных сведений, быстро обрастает смысловыми связями и ассоциациями, уже имеющимися в нашей памяти. Оцениваем, сохраняем, воспроизводим. Любую новую информацию наш мозг сначала оценивает и относит к какой-то определенной группе. Образные, зрительные и ассоциативные образы, или речевой, устная и письменная речь. По ряду причин информация из речевой группы запоминается хуже, чем информация группы образной. Еще хуже запоминается точная информация. Числовые ряды, например, номер автомобиля или банковской карты, даты, формулы, точные термины. К точной информации обычно образов не возникает, поэтому и запомнить ее сложнее. Однако запомнить можно абсолютно любые данные, нужно только использовать принципы мнемотехники, а также руководствоваться следующими правилами сохранения информации. Появляющиеся при оценке информации производные коды образы нельзя соединять между собой в ассоциации. Кодировать информационные объекты в образы, зрительные, буквенные, если это цифры слуховые, следует очень быстро. Повысить шансы вспомнить нужную информацию можно по системе стимул-сигнал. Создать определенный стимул для сохранения и воспроизведения данных, который будет воспринят мозгом и зарегистрирован в нем. При необходимости вспомнить информацию нужно создать второй стимул, который побудит мозг выдать требуемую информацию в короткие сроки. Стимулы – это внешние сигналы, подкрепленные нашими эмоциями. Воспроизведение, как и память, может быть произвольным и непроизвольным. В первом случае речь идет о целенаправленном воспроизведении материала, а во втором – о случайном его припоминании по ассоциации. Чтобы стимулировать вспоминание той или иной информации, лучше всего воспользоваться методом промежуточных результатов. Припомнить события, факты, образы непосредственно или через ассоциации, связанные с требуемыми сведениями. Это поможет процессу вспоминания и воспроизведения. Иногда при попытке воспроизведения в мозгу включается так называемый блок забывания. Когда вспомнить то, что вам нужно, решительно не представляется возможным. Действительно, в некоторых случаях процесс припоминания неосуществим из-за того, что информация вообще не закрепилась в долговременной памяти. В большинстве же ситуаций процесс воспроизведения просто идет по ложному пути, поэтому вспомнить требуемое никак не удается. Обычно так происходит, когда человек устал, раздражен, отвлекается на внешние раздражители. В этом случае лучше игнорировать попытку воспроизвести информацию и вернуться к ней спустя некоторое время. Ошибки, вспоминания и узнавания. Как их преодолеть? Процесс извлечения из памяти необходимых сведений сопровождается сначала узнаванием нужного вам объекта, а затем его воспроизведением. Обычно при воспроизведении возможны такие ошибки, как перепутывание сведений или объектов, контоминация и додумывание информации, которую вы так и не смогли полностью вспомнить. Конфабуляция. Причиной их обычно становится неправильное или неполное понимание материала, которое мы пытались запомнить. Отсутствие интереса к данным сведениям или невозможность в ближайшем будущем применять их на практике. Также ошибки узнавания и воспроизведения информации могут быть вызваны стрессовой ситуацией или переутомлением. Чтобы избежать этих и других возможных трудностей, следует знать важные закономерности запоминания. Согласно данным многолетних исследований, люди помнят 90% сказанного и при этом сделанного, 70% того, что говорят сами, 50% всего того, что видели и слышали, 30% только увиденного и 20% только услышанного. Из всей же прочитанной информации в памяти сохраняется только 10%. Нужно проявлять интерес только к тем сведениям, которые вам важно знать, не стараясь запомнить больше, чем следует. При этом запоминать новую информацию нужно осознанно, выделяя важные и второстепенные детали. Чтобы улучшить процент запоминаемости прочитанного, пересказывайте материал вслух. Оптимально работает схема одно прочтение, три пересказа. Всю нужную вам информацию оценивайте и выстраивайте в логической последовательности, не нужно запоминать ее хаотично. Старайтесь улучшать свою речь, это развивает и мышление в целом, и память в частности. Большинство ошибок запоминания и воспроизведения случаются из-за нашей невнимательности или же попыток выучить материал в беспокойном состоянии. Нужно чаще прибегать к образной памяти, создавая мысленные ассоциации и руководствуясь эмоциональным запоминанием. Всегда следует верить в то, что всякая трудность, преодолимую, любую информацию можно выучить и запомнить. Это хорошо стимулирует мыслительные способности. Незнакомый материал не нужно пытаться заучить сразу и целиком. Разбивая его на части, вы экономите свое время и лучше усваиваете нужные данные. Незначительные факты и мелкие детали хорошо запоминаются утром примерно с 5 до 8 часов утра. Существенные факты и важные информации лучше усваиваются после полудня. Глава 7. Альтернативные техники. Устойчивость, распределение и переключение внимания. Для развития памяти полезной будет тренировка внимания. Да, внимание можно выработать и упражнять, причем такие тренировки при регулярном повторении позволяют добиться весьма впечатляющих результатов. Существуют специальные методики для развития способностей к концентрации, устойчивости, правильного распределения внимания и его переключения при необходимости. Начнем с упражнений для развития способности к концентрации. Необходимо сосредоточить все внимание на какой-либо точке, например, на кончике своего пальца. Удерживайте все внимание на этой точке не менее 4 минут. На первый взгляд все очень просто, на деле же это достаточно сложное упражнение. Потом попробуйте все внимание сосредоточить на те же 4-5 минут на каком-либо процессе, например, на дыхании. Научите сконцентрироваться на небольших предметах, их располагайте напротив глаз, так следить за ними будет удобнее. Со временем можно усложнить упражнение, сосредотачиваясь не на реальных предметах, а на создаваемых вами мысленных образах. Упражнение «Зеленая точка». На странице сплошного печатного текста поставьте ровно в центре зеленую точку размером не больше 1-2 мм. Ежедневно перед сном в течение 10 минут рассматривайте эту точку, сидя в удобном кресле и держа листок перед глазами. Нужно лечь спать сразу же после выполнения данного упражнения, чтобы точка осталась последним зрительным впечатлением прошедшего дня. Упражнение для развития устойчивости внимания. Возьмите небольшой печатный лист и зачеркните во всех строчках любую букву. Например, найдите во всем тексте буквы У и зачеркните их. Теперь проверьте, сколько букв вы пропустили. Повторите упражнение с другим текстом или с другими буквами этого же текста. Проверьте ошибки. В столбик запишите произвольный ряд цифр и за 1-2 минуты сложите эти цифры. Повторите сложение, чтобы проверить правильность первого результата. Упражнение для развития способности к распределению. Возьмите два листка бумаги и попробуйте одновременно писать на них правой и левой рукой. Писать нужно разные слова. Левой рукой одно, а правой другое. Попробуйте руками нарисовать в воздухе разные геометрические фигуры. Например, правой рукой прямоугольник, а левый круг. Пишите на листе бумаги цифры по порядку от 1 до 30. В это же время считайте вслух от 30 до 1, то есть в обратном порядке. Теперь повторите упражнение, считая вслух по порядку, а записывая цифры в обратном порядке. Упражнение для развития способности к переключению. Читайте одновременно 2-3 разных книги с примерно похожим содержанием, переключаясь с одной на другую с периодичностью 15-20 секунд или же 1-2 прочитанные страницы. После прочтения книг составьте краткие планы их содержания отдельно для каждой книги. Все описанные упражнения следует выполнять ежедневно в течение 2-3 месяцев, чтобы добиться устойчивых результатов. Мышечные упражнения и визуализация. Чтобы добиться максимальной концентрации на изучении нового материала, а концентрация – это способность целиком погрузиться в наблюдение или изучение предмета, важно научиться правильно расслабляться. К сожалению, такому расслаблению нигде не учат, хотя школьникам и студентам оно было бы очень полезно. Вот несколько эффективных упражнений для мышечного расслабления, способствующего концентрации внимания. Вытяните вперед ноги и пальцы ног таким образом, чтобы вся нога от бедра и до кончиков пальцев представляла собой одну прямую линию. Напрягите мышцы, подержите их в напряжении 10 секунд, зачем резко расслабьте. Пятками упритесь в пол, остальную ступню приподнимите и тяните на себя в течение 10 секунд, не отрывая пяток от пола. Затем расслабьтесь на 10 секунд и повторите упражнение. Держа ноги на весу, вытяните их вперед и в течение 10 секунд тяните пальцы на себя, напрягая при этом мышцы всей ноги. Теперь расслабьте мышцы и 10 секунд отдохните. Сидя на стуле, вытяните руки с сожатыми кулаками перед собой и по возможности напрягите мышцы по всей руке, подержите их в напряжении 10 секунд и резко расслабьте. Теперь повторите упражнение, раскрыв ладони. Вытянув губы вперед, как и при изнесении буквы О, напрягите мышцы шеи и лица на 10 секунд. Затем расслабьте их и отдыхайте 10 секунд. Теперь попробуйте повторить упражнение с напряжением, но вместо вытягивания губ изобразите широкую улыбку. Такие упражнения очень полезны и для памяти, и для вашего мышечного каркаса, ведь они дают вам возможность разминаться даже при рутинной сидячей работе. Также существуют специальные упражнения, сочетающие мышечное расслабление с визуализацией. Их используют в йоговской практике для полного расслабления тела и ума. Вы можете приступить к ним, когда немного освоите предыдущие упражнения. Примите комфортную для себя позу, неважно, лежа или сидя. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на отдыхе на берегу реки или озера. Мысленно воспроизведите пейзаж вокруг себя, постарайтесь представить возможные звуки и запахи. Картина, которую вы создаете в своем воображении, должна быть максимально подробной, достоверной и умиротворяющей. Построив такую картину и получив необходимое состояние мысленного умиротворения, начинайте постепенно расслаблять мышцы тела, начиная с пальцев ног и заканчивая мышцами лица. При этом произносите про себя «я расслабляю пальцы ног», расслабляю мышцы ступней и так далее до полного расслабления всех мышц. Сидя на стуле с опущенными вдоль тела руками, постарайтесь максимально расслабиться, затем сделайте глубокий и долгий вдох носом. Теперь сделайте такой же глубокий носовой выдох, стараясь сохранить свое расслабленное состояние. Повторите такие вдохи-выдохи несколько раз. Теперь постепенно добавляйте к ним визуализацию. Представьте себя на пляже, на морском берегу, воссоздайте воображение картину пляжа, звуки, ощущения песка и солнца. Сконцентрируйтесь полностью на воображаемой картинке. Это поможет вам почувствовать себя спокойно и комфортно. Такие, на первый взгляд, простые упражнения помогут вам быстро достичь нужной степени расслабления и полного умиротворения, а именно в подобном состоянии концентрация и способность к наблюдению велика, как никогда. Словарный запас и смысловые связи Для хорошего владения информацией в какой-либо сфере знаний необходим достаточный словарный запас. Особенно это справедливо для владения иностранными языками. Хорошим уровнем знания языка считается тезаурус. Это как раз и есть словарный запас. Не менее чем на 15 тысяч слов. А для отличного уровня следует знать втрое больше слов. Как запомнить такое количество совершенно незнакомых слов, не вызывающих у нас никаких ассоциаций и подсознательного отклика. А ведь иностранные языки современному человеку, живущему в эпоху глобализации, очень нужны. Существует действенная методика запоминания иностранных слов, основанная на взаимодействии всех ощущений и создании смысловых связей для каждого слова. Она позволяет формировать понятия, которые передают то или иное слово таким же образом, как формируются понятия для слов родного языка у ребенка. Чтобы хорошо владеть языком, важно уметь автоматически составлять фразу из знакомых вам иностранных слов, а для этого необходимо, чтобы и слова вы вспоминали также автоматически. Как добиться такого автоматического воспроизведения? Достаточно просто. Нужно отбросить общепринятый метод заучивания слов в качестве переводов для слов родного языка. Нужно изначально ассоциировать иностранное слово с тем понятием, которое ему соответствует. Например, не стоит твердить шуга, 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 сахар, сахар, шуга, повторяя каждый раз английское слово и его перевод. Нужно сразу создать мысленный образ сахара и повторять только одно английское слово, удерживая картинку с сахаром в своем воображении. Шуга, шуга. В случае такого запоминания иностранное слово свяжется в вашей памяти с собственным понятием, а не с переводом. И при желании поговорить о сахаре вы нужное слово вспомните без каких-либо усилий. Еще лучше действует методика запоминания, если подключить не только визуальные образы, но и другие ощущения. Вкус, осязание, запах. Представляйте себе полную картину вид сахара и его вкус, ощущение от кусочка сахара в руке или на языке. Конечно, можно учить слова иностранного языка с помощью картинок, на которых написано их значение, но собственные образы все же предпочтительнее, потому что они ближе нам и лучше отображают понятие, которое то или иное слово передает. Также хорошие результаты дают запоминание новых слов путем создания звуковых ассоциаций к ним. Чтобы запомнить нужное вам слово, постарайтесь найти для него созвучное в родном языке или же языке, который вы хорошо знаете. Подобрав подходящую ассоциацию, составьте небольшой фразовый сюжет из созвучного слова и переводы того слова, которое вы пытаетесь запомнить. Например, вы хотите выучить английское слово «лук» — «смотреть». Первая ассоциация, которая просится на ум, — это русское слово «лук», «овощ». Фраза сюжет в этом случае может быть такой «не могу смотреть, как режут лук». В этой фразе есть и созвучие, и перевод слова. Услышав английское «лук», вы будете вспоминать созданную ассоциацию и сразу сообразите, что перевод этого слова «смотреть». Такое осмысленное запоминание даст прекрасные результаты и в короткие сроки позволит вам расширить свой словарный запас. Устраняем помехи. Со временем любая, даже самая хорошая память, становится слабее. Человек с возрастом становится забывчивым, и многие склонны оправдывать это отмиранием нейронов и возрастными изменениями нервной ткани. На самом деле возраст — это не аргумент, как мы уже выяснили. Нейроны могут генерироваться в течение всей жизни человека, и отмершие клетки могут заменяться новыми. Основные проблемы, вызывающие ухудшение памяти — это рассеянность, снижение требований к мыслительной работе и нервное напряжение, которое с возрастом увеличивается. В любом возрасте человек способен развить и сохранить отличную память, усовершенствовать свою интеллектуальную деятельность и работу нейронов. Для этого нужно следовать нескольким простым принципам. Память необходимо постоянно привлекать к работе. Даже если профессиональные знания вам уже не слишком нужны, например, вы вышли на пенсию и уже не работаете по специальности, следует время от времени освежать их в своем мозгу. Если вы не будете тренировать свою память, она начнет слабеть. Память тренированная остается хорошей и в самом преклонном возрасте. По возможности следует отказаться от вредных привычек. Алкоголь мешает отпечатку кратковременной памяти закрепиться в нейронах. Курение снижает внимание и визуальное восприятие. Человек, выкуривающий пачку сигарет в день и более, страдает нарушением вербальной и визуальной памяти. А у людей, употребляющих алкоголь, страдает абстрактное мышление, образная память, способность к запоминанию в целом. Нужно научиться игнорировать проблемы, решения которых вы не можете найти в данный момент. При сильной умственной усталости в подавленном состоянии или в депрессии человек не способен вспомнить нужную ему информацию. Он безуспешно напрягает мозг, но нервное напряжение, вызванное жизненными проблемами, блокирует его память. Если вы не можете вспомнить необходимую информацию, игнорируйте этот вопрос. Со временем волнение и нервное напряжение ослабеет, и вы без труда вспомните то, что вам было нужно. Не перенапрягайте память понапрасну. Не забывайте, что мозг нуждается в хорошем снабжении кислородом и правильном поступлении питательных веществ. Не пренебрегайте диетой и физическими упражнениями, а также прогулками на свежем воздухе. Бороться с рассеянностью вы можете, выполняя упражнения на концентрацию, устойчивость и перераспределение внимания. Рассеянность – это не признак старения мозга, это просто недостаток внимания и способности концентрироваться на текущих задачах. Упражняйтесь, возрастные провалы в памяти вам будут не страшны. Кроме того, во многом наша память зависит от эмоций. Как уже упоминалось, эмоциональная составляющая крайне важна при запоминании той или иной информации. Поэтому способности вашей памяти во многом будут зависеть от вашей эмоциональности и от присущего вам психотипа. У экстравертов мышление поверхностное, быстрое, охватывающее широкий круг проблем и вопросов. У интровертов глубокая, узконаправленная, с основательной проработкой информации по тому или иному вопросу. Чтобы воспитать в себе всесторонне развитую память и научиться использовать свои интеллектуальные способности по максимуму, вам следует обратить внимание на несколько полезных советов от психологов. Для экстравертов они таковы. Старайтесь научиться самодисциплине. Все упражнения, в которых мы говорили об этом, выполняйте ежедневно, примерно в одно и то же время. В этом мире очень много нового и непознанного, поэтому не стоит считать, что ничего интересного и полезного для себя вы уже не найдете. Любой новый материал следует анализировать, а затем сравнивать сделанные вами выводы с общепринятыми. Старайтесь любой познавательный процесс доводить до конца, отрывочные знания сразу по многим вопросам мало полезны. Для интровертов советы будут другими. Следует быть объективнее к себе, поскольку зачастую у вас прослеживается отчетливая наклонность к самобичеванию. Не нужно доводить себя работой до изнеможения, иногда следует давать мозгу передышку, это скажется на его работе исключительно благоприятно. Не забывайте о самоконтроле. Время от времени проверяйте, что вы смогли запомнить, а что успели забыть. Не пренебрегайте возможностью законспектировать информацию, а повторение выученного материала не делайте механически. Лучше сначала повторите основные моменты, а затем вспомните второстепенные детали. На пути к цели делайте небольшие шаги, не старайтесь отхватить все сразу, поскольку это непосильная задача. Несколько советов тем, кому предстоит публичное выступление или сдача экзамена. Конечно, готовиться к экзамену лучше всего на протяжении всего процесса изучения предмета, но редко бывает так, что человек к ответственному моменту помнит всю нужную ему информацию. Отсюда предэкзаменационная суета, несколько дней сплошной зубрежки и ужасное ощущение в утро решающего дня, что вы абсолютно ничего не помните из прочитанного и выученного. Чтобы этого избежать, следует иметь четкий план усвоения информации и ее дальнейшего воспроизведения. Этот план пригодится и тем, кто собирается сдавать экзамен, и тем, кому предстоит публичное выступление. Выработайте правильную мотивацию. Нужно выступить как можно лучше, нужно обязательно сдать экзамен. Четкая цель поможет вам максимально сосредоточиться на задаче. Убедитесь, что вы понимаете материал, который вам нужно усвоить. Легче запоминается та информация, которую вы лучше можете понять. Учитывайте часы умственной активности. Лучше всего наша память работает в 5 часов утра, 11, 14 и 16 часов, а также в полночь. При этом ровно за 2 часа до указанных точек продуктивности идет спад активности умственной работы. То есть в 9 утра, например, вы будете запоминать материал гораздо хуже, чем в 11. Запоминать следует только необходимую информацию. Чем нужнее вам те или иные сведения, тем лучше вам удастся их запомнить. Не пытайтесь запомнить много информации сразу, поскольку в этом случае несколько блоков просто вытесняются из памяти потоком новых сведений. Лучше запоминать материал по частям и повторять его, пока он не усвоится долговременной памятью. Затем приступать к изучению следующего блока. Нужные сведения запомнятся быстрее и лучше, если опираться на эмоции. Информация, не затрагивающая эмоции, забывается очень легко. Нельзя делать большие перерывы между повторением материала, поскольку чем короче отрезки времени между повторениями, тем легче и быстрее воспроизвести информацию в памяти. При повторении изученного материала важно ощущать уверенность в себе, поскольку растерянность, боязнь забыть что-то важное и паника мешают сосредоточиться и блокируют память. Используйте техники мышечного расслабления для лучшего усвоения информации. Заключение. Наша память – это одна из главных форм психического взаимодействия человека с окружающим миром. Чем лучше она развита, тем активнее мы вовлечены в процесс познания мира. Тем лучше человек справляется с интеллектуальной работой и тем увереннее он в бытовом и профессиональном планах. Развивать память полезно не только тем, кто учится и постоянно должен усваивать большие объемы новой информации, но и тем людям, которые хотят продвинуться по карьерной лестнице и стать успешнее. Человек с хорошей памятью всегда более ценен для работодателя, чем человек со средними или плохими способностями к запоминанию и воспроизведению информации. Это рано или поздно отразится и на доходах и на возможности карьерного роста. Поэтому не упускайте возможность улучшить свою интеллектуальную деятельность и укрепить свою память. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Первые же результаты работы над собой покажут вам, что вы движетесь в правильном направлении и делаете серьезные жизненные успехи. Главное – не опускать руки при возможных неудачах поначалу. Текст читал Станислав Иванов. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону.